Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается эфир Радио Болтком. И мы продолжаем такие предвыборные дискуссии для того, чтобы познакомить вас с точками зрения, с мнением и такими программными обещаниями тех партий, которые претендуют на то, чтобы руководить нашим городом. То, что касается всех нас и, наверное, область образования, она тоже одна из важнейших. Потому что или мы учимся, учимся сами, или мы учим своих детей, некоторые учат своих внуков. И все равно каким-то образом в любой семье наверняка темы образования будут очень и очень актуальны. И, естественно, выбирая, за кого проголосовать, наверняка многие учитывают и этот фактор. Что же, каким образом, какое внимание к вопросам воспитания, образования детей относятся представители партий, претендующих на то, чтобы попасть в Рижскую Думу. И сегодня в нашей предвыборной дискуссии участвуют действительно два учителя. И мы поговорим, может быть, ну, вопросы образования будут первостепенными, наверное, самыми близкими для того, чтобы вы составили представление о мнениях и точках зрения на тему образования партий. И в ней принимают участие представитель партии «Честь служить Риги» Роман Алиев. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И для развития за прогрессивной Ивета Ратенника, здравствуйте. Добрый вечер. И также, конечно, телефоны в нашей студии работают. 67212-93-9, 67213-93-9. Мы также будем принимать ваши сообщения на номер 2306191. Но просто хотелось бы, может быть, начинать наш разговор с такой темы, вот каким образом всё-таки, вот именно что подвигло вот конкретно каждого из вас, преподавателя, учителя, и пойти для того, чтобы пойти в политику, выдвинуть свою кандидатуру в Рижскую Думу. Ну, что должно вот произойти, в чём причина, недовольство с нынешним положением образования, желание что-то привнести, свои какие-то мысли, идеи, вот, может быть, с вас, госпожа Ратенника, начнём? Так, это случилось в 2016 году из-за поправок к закону по образованию, так называемых нравственных поправок, если так можно перевести, потому что, извините, русский не равно, и будут ошибки. И мне очень не понравилась цензура образования, именно того, что нравственно, ненравственно, чего преподавать, и так. Я просто очень эмоционально реагировала на всякие старания ограничивать подбор текстов для работы в классе, и это мне очень не понравилось. Текстов в литературе. В литературе, да. Я преподавала углублённый курс литературы, и просто взяла с детьми очень вызывающий текст, который весьма свободно интерпретировал тексты Библии. И из-за этого не учила, как Ушаков тогда сказал, что я учу детей говорить матом, а просто понять то, что не мата, не ругательство делает литературу более интересной, а то, что как мы при разных уровнях языка можем привести к людям очень полезную мысль. И полезная мысль была та, что благословены, все разные, те люди, которые вместе с нами, те, которые ругаются, те, которые работают в МЭГО и всё такое. Из-за вот такого маленького нюанса я как-то решила, что либерализм это моё, и без либерализма никак. И получилось так, что как раз та партия для развития запрогрессивной оказалась... Я в прошлый раз, я ещё не была членом партии, я туда была приглашена как эксперт по образованию партии, так казалось. Ну, избирателю на тот момент тоже так показалось. Да, что касается вас, господин Алиев? Вы знаете, я поддержал создание в городе Риге городской партии. То есть, в принципе, это было очень важно для города, потому что многие вопросы не решались, и, к сожалению, не решаются до сих пор. В том числе эти вопросы напрямую связаны с образованием, потому что очень важно в столице государства, чтобы образование во всяком случае не было менее качественно, чем в других латвийских регионах. А хотя бы, так сказать, это качество повышалось, и, скажем, инфраструктура, которая связана с образованием, улучшалась в Риге. Где есть и транспортная система, где есть и, так сказать, всевозможная система, способствующая удовлетворению потребностей наших детей в таком внешкольном образовании, по интересам, в спорте, в спортивных занятиях и так далее. И все это должно каким-то образом укладываться в единую систему, способствующую, по-моему, очень важному вектору – это творческому развитию любого ученика. Потому что каждый ученик, он уникален, он талантлив по-своему. Поэтому каждому нужно дать возможность вот этого развития, независимо от того, в каком районе он живет в городе Риге. Ему не обязательно жить и учиться или приезжать учиться в центр города. Это моя абсолютная убежденность. И я считаю, что нужно создавать условия во всех локальных регионах, везде, где это возможно, и способствовать тому, чтобы эта инфраструктура соответствовала современным требованиям. Вот с этой мыслью я участвовал в создании этой партии городской, не участвующей в выборах нашего парламента и так далее. То есть, сам акцент был перенесен на город и на городские власти. Но за 10 лет вот этой работы Рижской думы, в которой участвовала и Гоцкалп от Риги, честь служить Риге, я убедился, что многие вопросы все равно не решаются и тормозятся. И поэтому достаточно был против того, чтобы это было очень важно. Не быть в коалиции с партнерами, потому что я эту коалицию не принимал, потому что очень разные интересы и ценности и направления. И второй момент, который я абсолютно честно могу в этом признаться, я поддержал и инициативы, и энергию, с которой работает этот человек. И такую неуемную энергию и активность последнее время бывшего мэра города Риги, это Олега Бурова. И поэтому я считаю, человек, который очень серьезно подходит к любой работе, к выполнению любого дела. Не только серьезно, но и творчески. Человек очень, так сказать, целеустремленен и нацелен на результат. У него очень много интересных идей. И он прислушивается, он слышит, что говорят люди, в том числе и наши профессионалы в образовании. Поэтому вот такая поддержка и конкретно Олегу Бурову как лидеру списка. – Наверное, этот год был особенным, действительно очень особенным для школ, для учителей и учеников из-за вот этой такой внештатной ситуации. И все говорят о том, что нужно быть готовыми к тому, что осенью может тоже осложниться эпидемиологическая ситуация. Вот как Вы оцениваете, в свою очередь, готовность и что можно сделать для того, чтобы обеспечить учебный процесс в любом случае? Будет все хорошо или вдруг возникнут какие-то опять сложности? – Я думаю, мы все не готовы, потому что у нас нет этого общего восприятия, общего введения того, что же самое важное и что мало важнее. Никто не говорит про то, что этот вариант С, когда они все время сидят дома у компьютера и один к одному воспринимают этот объем, что надо выучить, переносится через компьютер, что это, а, очень плохо для здоровья и учителей и учеников, что это очень вредно и очень тяжело, во-первых, очень тяжело, потому что в Кенгарексе, вот одно время в карантине пришлось там жить не в своем квартире, а в другой, в Кенгарексе у самой реки. Там покрытия интернета вообще не было, а мы должны очень качественно хотя бы в зуме сидеть. Это невозможно. В принципе, мы не знаем возможности всех детей и, по-моему, очень нечестно относится к нам министерство, что дети должны иметь свой компьютер, должны иметь свое интернет-подключение и все это такое. Должны, должны, должны. Дети не готовы, семьи не готовы. И тут, скажем, одно, что говорит наши программы, но мы должны будем как-то найти, если мы попадем в Думу, общий какой-то принцип, как мы будем помогать тем, у кого не будет этих технических возможностей. Программа, вы имеете в виду образовательная программа или предвыборная? Ну, одно, что предвыборные эти обещания обещают благодать. Они ваше что-то должны вылиться. Они и ваши, и наши обещают благодать, но никто тогда не думал, что, когда начал писать эти программы, что реально нам надо будет бороться с пандемией. Что мне не нравилось, ну, да, школам давали много средств на утепление и все такое, но как-то вообще во время этого утепления мало где вентиляцию нормальную сделали. И из-за этого просто дышать нечего в школах. Особенно, я не знаю, что будет зимой, когда дети не любят открытые окна все время. Это будет очень нервная ситуация, потому что некоторые все время жалуются только на сквозняки. Меня больше тревожит то, что дети будут сидеть, в принципе, в одном кабинете, учителя будут бегать. Учителя, как те, которые более, ну, по возрастным причинам тоже как-то открыты к этой инфекции, будут это, может быть, распространять по всей школе. Не знаю, очень нервная ситуация. Я думаю, каждый из нас, кто будет депутатом, будет немножко в душе сожалеть это, что он будет депутатом. И в это затронуло очень много сразу пластов и вопросов, которые, так сказать, актуальны. Но мне кажется, что, в принципе, когда мы говорим о том, что наши дети, наши ученики, в принципе, должны быть действительно обеспечены всем, чтобы успешно учиться, здесь мы забываем несколько составляющих. Первая составляющая, конечно же, все-таки именно Рижская дума, именно городская власть, именно самоуправление ответственно за то, чтобы в каждой школе было обеспечено интернет-подключение хорошего качества и, конечно же, возможность пользоваться Wi-Fi, то есть вот этим соединением беспроводным в любой точке школы. Ну, школы-то есть. Я могу сказать, что да, в целом есть, но мы знаем, что во многих зданиях, во многих школах есть вот такие вот пустоты с этими Wi-Fi, когда дети со своими гаджетами, с имеющимися планшетами не могут подключиться. Есть сложности. Это до конца еще не сделано. Второе – это обеспечение для того, чтобы технологиями пользоваться, нужны сами вот эти, так сказать, эта техника, эти компьютеры, эти ноутбуки, эти планшеты, которыми нужно пользоваться ученикам в учебном процессе, даже без эпидемий. В начале 21-го столетия, в каком начале? Уже 20-й год. Мы должны пользоваться очень активно в учебном процессе для того, чтобы обеспечить разным по способностям, разным по интересам и возможностям интересное, хорошее, качественное и разноплановое обучение нашим ученикам. Потому, что нельзя всем делать одни и те же задания, нельзя всем одни и те же примеры решать, нельзя всем по одним и тем же учебникам учиться и нельзя всем одно и то же слушать от учителя. Они должны все это, так сказать, все это нужно проецировать на разные группы детей. И поэтому сам урок сегодня, он не должен быть 40 минут в одних стенах и об одном и том же. Сегодня это может быть 160 минут, 3-4 часа, о разном, в разных вариациях, разные виды деятельности, разные задания и разные группы детей. Вот это мы к этому должны идти, потому что без такой вот организации учебного процесса ничего модернизировать не удастся. При этом, конечно же, правильно, Иви так говорит, очень все боятся сквозняков, очень все боятся, значит, чуть что там дождик или что, все сразу нужно под крышу и так далее, у нас не любят прогулки, у нас не любят, так сказать, закаляться. Мы, к сожалению, так сказать, вот такому образу жизни с детства, с детсадовского возраста мало уделяем внимания. Мы можем посмотреть на… мне всегда нравился этот пример, который я наблюдал пару раз, когда видел это, будучи в Англии, по школам. Все на всех перерывах выходят на улицу, неважно, дождик, не дождик, все обязательно закаляются, да, они не одеваются так вот тепло слишком, как у нас, вот, и, в принципе, никаких особых сквозняков проветривают, при этом открывают окна, и у них тоже не всегда, извините, солнышко, да, то есть, здесь тоже надо вот этому приучать. Но, опять же, проблема с вентиляцией тоже существует в наших школах в Риге, и, как бы, это, наверное, та программа, актуальная программа улучшения наших зданий, которая должна тоже, ну, каким-то образом активизироваться, да? Можно вам вопрос? Конечно. Скажите, пожалуйста, вы, ну, к Бурову ближе, по каким критериям выбирались школы, в которых делали ремонты, и школы, в которых не делали ремонт? Вы знаете, я не могу, я не был ни депутатом, ни членом комиссии, ни членом комитета по образованию, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Но я могу сказать о том, что очень долго приходится ждать, когда будут сделаны какие-то ремонты. Да, вот я могу сказать по классической гимназии, очень многие годы, десятилетиями не решался вопрос переполненной нашей гимназии, потому что училась на такое вот стандартное, типичное, типовое здание. Да, училась и 1600, и 1700, и 1800 учащихся. Сколько сейчас? Сейчас больше, чем 1900, значит, где-то 1917 учащихся было, но не решалось, а я видел, что там одним дают второе здание, третьим, пятым, десятом, вот, и при этом тот комплекс учебный, который я хотел бы видеть вместе со своей командой творческой, создание этого комплекса, все время это все тормозилось и не решалось, да. И я уже не знаю, по каким принципам, но действительно все эти вопросы все время обходились и обходились и обходились. Вот именно то. Только и только вот полтора года назад было принято решение о том, что присоединить одну школу и одно школьное здание к нашему комплексу классической гимназии. То есть, это все не всегда быстро и не всегда в тот момент, когда хочется. Но я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что это должно быть очень серьезным сотрудничеством и координаторами должны быть, наверное, депутаты Рижской думы. Сотрудничество между департаментами Рижской думы. Есть департамент образования, есть департамент собственности, может быть, еще и департамент развития города. Вот мы сидели там в этих комиссиях, я была в комиссии по оптимизации также, и вариант такой, что нам никогда не было ясно, по каким критериям школы восстанавливают. Аустрому виду школа, школа, которой трудно набрать объем учеников, не знаю по каким причинам, и в то же самое время в каждом классе все технологии. Перфектный ремонт, а школа невостребованная. А государственные гимназии обходили большим кругом, и вашу школу также обходили большим кругом. Из-за этого я говорю, мне не ясно, нету критериев, по которым мы делаем или не делаем ремонт. То есть, это, в принципе, одна из тех проблем, которые... Которую надо решать, потому что иначе, ну, одинаково невнимательно относятся к Яунтиемской школе, которая, наверное, самая маленькая в Риге, и к вашей, которая, наверное, самая большая. И из-за этого не ясно, потому что, ну, ладно, ваша школа, поздравляю, кстати, с статусом государственной гимназии, поздравляю с большой совой, это очень тоже престижно. А в то же самое время и им надо бы ремонт еще, и вот той маленькой страдачейской Яунтиемской школе, которые вообще надо очень смотреть, как бы стать центром микрорайона или как Абкаймы, не знаю, как это на русском. Если они не станут, если они не будут как-то искать средства, как эти государственные организации, или как-то по-другому, они просто слишком дороги, ну, слишком дорого охотятся в бюджету города. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего продолжим разговор. Я напоминаю, у нас предвыборная дискуссия. Роман Алиев и Ивета Ратенника в нашей студии. Сегодня в нашей студии продолжается предвыборная дискуссия, и как раз-таки два учителя, представители двух партий, кандидаты в депутаты Рижской думы, Роман Алиев и Ивета Ратенника, представляющие, соответственно, честь служителей Риги для развития за прогрессивные. Телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Попрошу вас надеть наушники, нам просто очень долго прозванивается, дозванивается человек. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно я поступлю неординарно немножечко? Я не задам вопрос, а отвечу на вопрос Ивета. Она вот спрашивает, например, про вентиляцию школы, про фасады, по каким критериям выбирали фасады, например, когда делали ремонты. Там критерий Ивета был очень простой. Значит, смотрите, есть школа, которая 5000 квадратных метров. С каждого квадратного метра отказ 5 евро. 5000 умножьте на 5, эту школу мы ремонтировать будем. А есть школа, Ивета, где всего 800 квадратных метров фасад. Значит, 800 на 5, эту школу мы ремонтировать не будем. По поводу вентиляции отвечаю. Смотрите, мы можем взять ведро краски и на детском садике наляпать жирафика или какую-то божью коровку. Это стоит, ну, 500 рублей. А чтобы сделать хорошую вентиляцию, это стоит 1200. А у нас этих денег нету, потому что у нас есть акты дополнительных работ. Понимаете? И эти акты дополнительных работ вытаскивают все эти деньги. Потом их оптимизируют, ну, дорогие часы, хорошие машины, виллы, например, в Испании. А все эти акты подписывает директор школы, который видит все эти суммы и потом говорит, ох, елки-палки, так я в политику тогда. Чего же мне директором школы за такие-то деньги? Ну, да, тут такое, значит, мнение, я понимаю, теория заговора, что все, ларчик просто открывается. Мы с Ливой-то, наверное, точно про метр не ответим. Да, очень, так сказать, такая хорошая... Ну, в моем кабинете три года, пока я сидела депутатом, всыпалась щекотурка. Если считать, что максимская, ну, это трагедия взалитуды, все, ну, как, немножко все-таки нервничали по случаю того, что всыпалась щекотурка. Ну, вот ушла в декрет, сделали ремонт и отобрали мне кабинет. Ну, вы знаете, по поводу жирафиков и так далее, любой площади фасады в Риге сделаны. И маленькие, и большие школы. Практически осталось только вот в этом году делается одно здание, которое вот на Вайдово присоединили как раз к классической гимназии. 64-ю тоже делается сейчас. И делается вот 64-я на УНС. УНС-93, наверное. Да, и еще там, значит, всего несколько школ, школьных зданий оставались без новых утепленных фасадов. А так все, любой площади, любой квадратуры. Я не знаю, про какие там условия человек рассказывает, но посмеяться можно. Но, в принципе, реально надо смотреть, вот как оно есть. Дальше, естественно, мы можем посмотреть и детские сады. Действительно утеплены эти фасады, сделаны с жирафиками, без жирафиков. Это уже, так сказать, дело вкуса. Но, насколько я знаю, привлекались молодые художники, студенты Латвийской академии художественной, которые давали свои эскизы, разрабатывали абсолютно бесплатно, как волонтеры, как дипломная работа и так далее. То есть, это все очень ценно и очень хорошо. Что касается возможностей, то я считаю, что сегодня надо видеть очень важные вещи. Какая стратегия развития в городе, то есть, какие учебные заведения, как они будут развиваться. И обязательно организовать вот эту доступность детям посещать красивую, отремонтированную, со светлыми кабинетами школу. Там, где учиться приятно, где, так сказать, вот эта мотивация, она сама появляется в детях, потому что они в таком классе, в таких помещениях занимаются. Где есть вот эти все новые возможности для того, чтобы увлекаться, увлечься тем, чем ты занимаешься и чем учишься вместе со своими одноклассниками. Я думаю, что сегодня чрезвычайно важно продумать, где расположены эти учебные центры. При этом, я уверен, что акцент нужно делать максимально развивать детей. Именно детские сады – это отдельная тема, но все-таки в детских садах это начало необходимо положить. Серьезное начало творческому развитию детей. И максимально активно, максимально насыщенно продолжить эти в первых, вторых, третьих, четвертых классах. Там начало-начало. Потом, когда мы закатываем рукава и начинаем, вот мы можем отобрать детей, вот здесь мы можем предложить им такие программы, такие. Тут, значит, чтобы они были будущим инженеры, а здесь, чтобы врачами, а там, значит, чтобы они были этими финансистами или менеджерами. Нет. Все должно начинаться раньше, намного раньше. И у детей должно появляться вот это желание задавать вопросы, все время задавать вопросы и искать ответы на эти вопросы. А что происходило в последние десятилетия? К сожалению, на самом главном начальном этапе для детей создавались условия очень, так сказать, очень и очень непрофессиональные и непедагогические, когда задавать вопросы нельзя, и все готовые ответы вам будут известны в конце урока или в конце учебного года. И вы их услышите или от учителей, или из учебников узнаете, или еще как-то. На контрольных работах вы тоже будете видеть правильные ответы после того, как вы решите эти задачи. Ну, это, понимаете, ну, это не знаю, это даже не XIX век, это, наверное, XVIII век. Вот, кстати, у нас слушатели, когда звонили, ну, у нас была вот Инга Ванга, профсоюз образования, они очень жаловались и говорили, что некоторые учителя вот во время карантина обходились тем, что просто давали задания. Они даже не объясняли материалы, они просто говорили, прочитайте вот с такой-то по такую-то страницу и сделайте такие-то. И вот, ну, родители возмущались и говорили, что если мы должны объяснять ребенку, может быть, мы должны получать учительскую зарплату. Ну, ладно, немножко популизм. Вот, то, что мы как бы стараемся наперед думать как свой акцент, ну, и даже в нашем предложении политическом тоже, не стенки утепленные и не технологии обучают человека, а учитель обучает человека, маленького человека. И именно от качества учителя зависит то, качественным ли будет образование или не будет. И вопрос, как при таких зарплатах, какие в маленьких школах особенно, как там может вообще быть какая-то учительская мотивация. Потому что весь акцент на то, ну, учитель должен, учитель, ну, в принципе, учитель должен, но город учителю помогает очень мало. Вот, кстати, здесь наши программы абсолютно совпадают. И вот эта вот неудовлетворенность тем отношениям к учителю, которые существуют сегодня, я думаю, нас объединяет, а не разделяет. Ну, в принципе... Потому что, к сожалению, к сожалению огромному, да, безусловно, я бы мог поспорить в той части, где Ивета говорит, что технологии не самые... Технологии помогают, технологии интересны детям. Но они замещают. Они способствуют тому, чтобы... Учитель не может все время увлекать только самим собой и своей личностью. Не может все время этого делать, потому что... Ну, во-первых, дети очень разные. Во-вторых, потребности семьи очень разные. И мы сегодня в такое вот очень разнообразное существование, да, живем в мире разнообразия абсолютного. Но учитель действительно как личность, он должен все время совершенствоваться. Он должен быть готовым к тому, чтобы и пользоваться современными подходами, гаджетами. Быть в курсе событий, знать, что в музеях, какие выставки происходят, какие книги выходят и все прочее. Он должен быть тоже, да, с таким вот активным читателем, активным... Ну, вообще активным человеком, да. Это же требует и свободного времени, и денег, опять-таки. К сожалению, все равно все много упирается в эти зарплаты, но... Но не только в зарплаты. Не только в зарплаты. Но вы сейчас противоречитесь самой себе уже, да, потому что... Нет, 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 я объясню. Частная школа, частная САКУМ-школа, начальная школа, детям любых других школ, ну, пятый, шестой класс, дают бесплатное питание. Детям, которые учатся там, в частной этой школе, не дают это бесплатное питание пятым, шестым классам. Преподавателям, которые учат в другой школе, дают проездные. Преподавателям в той школе не дают проездные. Частные не дают. И вот эти вот маленькие нюансы, они очень, ну, социально несправедливые, скажем. То же самое с этим страхованием. Только после определенного, ну, на третий год страхования. Нет, после года работы. После одного года работы. Коллега два года проработала. Нет, там что-то, значит, школа неправильно сделала. Ну, наверное, это может быть школа. А один год учитель, стаж в учебном заведении работает, и тогда на второй год оформляется уже страхование и так далее. Ну, а что, он в первом году не болеет? Конечно, конечно. Ну, кстати, вот эти нюансы, они не настолько требуют финансов, сколько требуют отношения к учителю. Также, по-моему, очень плохо то, что нету, ну, приходит молодой учитель в школу. Ну, в принципе, ни в каком виде не оплачивается, ну, ментор или кто-то такой, кто ему поможет стать участием этой школы. Или вот такой случай. Помощники учителей. То же самое. Невозможно все необходимое финансировать, потому что абсолютно реально недостаточно тех средств, которые школы получают как дотации от государства и как финансирование самоуправления от Рижской думы. Почему недостаточное? Потому что сегодня очень много детей с особыми потребностями и с проблемами, которые нужно решать. И в классе там 25, 26, 30 детей, и учитель один с этим справиться просто не способен, несмотря на то, что он замечательный и очень умница, и все музеи посещает, и книжки читает. Просто потрясающий учитель. И у него даже есть интерактивная доска. И у него еще что-то есть. Но нужен вот этот помощник, тоже педагог, учитель, который в этот класс тоже входит. Который видит проблему конкретного. Это может быть индивидуальный случай. Это может быть маленькая группа детей, у которых возникли эти трудности. Чтобы они в этих трудностях не застряли, не увязли в них. Для того, чтобы они вырвались дальше, пошли. Понимаете, это же ведь как преодоление. Когда вот что-то происходит, возникают препятствия, ты преодолеваешь. И если ты преодолеваешь, у тебя появляется увлеченность, у тебя появляется азарт. Ты хочешь дальше двигаться, дальше учиться. Тебе интересно становится. А когда ты увяз, когда ты застрял, у тебя не получается. Один раз, 25 раз не получилось. Все. Ты махнешь рукой. Тебе это все надоест. Ты будешь заниматься другими вещами. Только не этими, которые называются учеба. Поэтому такие педагоги, которые помогают учителям, вместе с учителями решают эти проблемы и вопросы. Они очень важны. Это важные люди сегодня в школе, в нашей профессии. И если мы не добьемся этого дополнительного финансирования, это же не для учителей. Это для детей. Это для учеников, для того, чтобы учебный процесс был качественный. Мы должны. Нельзя так вот безразлично относиться к трудностям детей. На них нужно очень внимательно смотреть. Нужно с этим работать. Нужно помогать каждому ребенку. Ну, вот у меня вопрос, например, абсолютно конкретный. Вдруг ухудшается, значит, ситуация. И, как вариант, я понимаю, там, то ли Б, то ли С. Это вот разделение классов на две смены. И в этом случае, если учителю истории или химии придется вести, значит, сначала утром занятия, а затем для второй половины класса, он будет получать ту же ставку или все-таки в два раза больше? Вот, любимое наше министерство забыло, что это двойной объем. И из-за этого, в принципе, это уже нечестно с самого первого момента думать про вариант Б. Именно в таком две смены. Я боюсь, что у самоуправления тоже не найдутся деньги закрыть эту дыру, потому что так уже 36% всего бюджета идет на образование. Это не считая заработных плат, а это считая просто здания, технические персоналы и все остальное. Ну, я думаю, что здесь тоже очень важно, как планировать саму организацию учебного процесса. Безусловно, можно разделить просто так вот, скажем, механически на смены, и тогда получится, что одни учатся, условно говоря, в первую смену, а другие учатся во вторую. Но вторая смена каким детям, каким родителям подходит? Я думаю, что нет таких родителей, нет таких семей. Ну, может быть, им нравится побольше поспать. Но, в принципе, немножко это будет расхолаживать. Мы пошли по другому пути. Мы взяли комбинированную модель обучения, но в этой комбинированной мы просто будем выделять конкретный, вот у конкретного класса. Мы с вами, друзья, учимся в седьмом А-классе, и у нас будет один учебный день, вот на этой неделе, в среду, у нас завтра будет этот учебный день, где мы будем учиться, как это называют, удаленно, то есть из дома. Мы будем дома у себя находиться и учиться. Учителя будут работать по расписанию, но просто с этими детьми, с этим классом они будут работать на удалении. Они будут работать в той информационной и онлайн-среде, которую школа поддерживает. В нашей гимназии очень активно прорабатывались и готовились все эти методы дистанционно-удаленного обучения, поэтому мы оставляем за собой возможность работы на дискорде, на платформе дискорд, которую очень хорошо дети знают. Особенно это важно для тех детей, которые еще не учатся в 10-х, 11-х, 12-х классах, когда можно полноценно освоить Microsoft платформу Office 365 и Microsoft Teams, потому что там нужны специальные навыки, это должны быть умения уже когда пройден тот курс информатики, который мы, скажем, предлагаем ученикам. Но для того, чтобы они активно могли пользоваться удаленными ресурсами и консультированием, и помощью учителей, когда, вы правильно заметили, необходимо все-таки обеспечить возможность учителю что-то пояснить, что-то показать, что-то ему, так сказать, подсказать ученику. Для этого нужны возможности вот этого вот постоянного онлайн-контакта, который, возможно, на какой-то простой… Вот мы выбрали этот дискорд, он очень помогает нам в решении вот этих вопросов, потому что у нас была создана такая виртуальная система, где в учебных кабинетах виртуальных, в нашей виртуальной гимназии, где были и перемены, и коридоры, и все на свете, дети учились в своем же классе, да, и учителя с ними контактировали, и все было как по радио, очень хорошо слышно. Если необходимо, можно было даже включать видеокартинки, но, во всяком случае, учитель, живой контакт с учителем происходил. Я думаю, что это тоже чрезвычайно важно обеспечить. Ну вот, этот комбинированный вариант, он будет способствовать тому, чтобы меньше детей контактировали в коридорах, в местах публичного пользования, в столовой, в гардеробах и так далее. То есть чисто физически разгрузить наше пространство, наши вот эти помещения. И надеемся, что это поможет выдержать предстоящий этап, к сожалению, при существующей и в Европе, и в мире пандемии. Ну вот у нас совсем уже не осталось времени, но если подводить итоги, в чем совпадают, в чем различаются ваши точки, подходы? Увы, мне кажется, вы, ну не вы, но те, которые писали программу, немножко популисты в объеме заработных плат учителям, и особенно тем, которые работают в детских садах. Потому что при том, сколько город должен тратить уже на учебу, и разные там интеграции, культурная политика, это все бюджет образования. При всем этом обещать 2000 учителям, даже в вашей школе, немножко слишком оптимистически. В любой. Я объясню, почему. В любой школе это возможно, и нужны только усилия со всех сторон. Во-первых, конечно же, улучшить ситуацию с наполняемостью классов и школ, потому что, ну, мы знаем, есть… И закрывать маленькие школы. Нет, нет, не закрывать маленькие школы, но просто перепрофилировать, да, где маленькие школы, там могли бы разместиться и дошкольники, и так далее. То есть, да, подходить более гибко к этим вопросам, и тогда не будет необходимости, извините, отапливать полупустые здания. Это один момент только, который еще не решался и не решается. Но в плане зарплат вы прекрасно понимаете, что увеличивает зарплаты и государство, которое планирует, что выйдет через несколько лет как раз-таки к тому сроку, о котором мы говорим, за время работы предстоящей Новой Думы на 1000 евро за ставку. Да, поэтому если мы… Ставка – это 30 уроков. Если учитель работает полную рабочую неделю, то есть 40 – это уже 1350 евро. И, соответственно, что это только среднее. Вот сегодня 790 – это средняя температура по нашему, так сказать, зданию. Это средняя, вернее, это даже минимальная считается. А есть еще 15% доплаты, называется директорский фонд, где это планируется доплата учителям. А 15% – это тоже еще дополнительные средства. Если мы к этой минимальной прибавляем, то это уже 1500. А если мы говорим о том, что есть возможности максимально эффективно планировать финансирование учебного плана, то есть таким образом составлять учебный план, чтобы не было больших расходов на выполнение наших стандартов, то возникает еще возможность дополнительно доплачивать эти деньги. Но при этом остается та сумма, которая требуется от самоуправления. И эта сумма – 400 евро. Это при оптимистичности. Да, оптимистичность. У нас, к сожалению, просто завершилось время программы. Я еще раз напомню, что сегодня в этой предвыборной дискуссии принимали участие два учителя. Роман Алиев, честь служителей Риги, и для развития запрогрессивной Ивета Ратеника, кандидат в депутаты Рижской думы. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо, Ивета. Спасибо вам.